Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 20 июля, день Авдотьи. Родилась она в семье Суздальского князя Дмитрия Константиновича. Впоследствии стал женой московского князя Дмитрия Донского. Именно их семейный союз позволил достичь мира между Суздалем и Москвой. Авдотья соблюдала строгий пост и носила вериги под княжескими одеждами. У нее было пять сыновей. Все были очень удивлены, когда Авдотья решила принять монашеский пострих, после чего получила имя Ефросиния. В дальнейшем совершила много доброго. В народе сегодняшний день прозвали Авдотьей сеногнойкой. Примерно с этого времени начинались дожди, которые мешали заготовке сена на зиму. Сено от большой влажности начинало гнить. Начиналась жатва, с которой связано много традиций. Так сегодня отправлялись в поле, заворачивали серпы в полотенце. Согласно традиции, первый сног нужно было полотенцем обвязать, а потом нести в церковь и освещать. Процесс жатвы очень тяжел и утомителен, особенно для поясницы. Надо постоянно наклоняться. Чтобы меньше уставать, была такая интересная традиция. Женщина должна была срезать первые колоссия, сделать из них пояс, подвозяться этим поясом и произнести. Как матушка рожь год стояла, да не устояла, так чтоб и моя спинушка не уставала. После жатвы лежа катались по всей ниве и приговаривали. Нива ты, нива, подай мою силу. Сделать это нужно было в тайне от окружающих. И это позволяло снять напряжение с поясницы, а значит сохранить ее здоровье. В этот день гадали, например, бросали серп в ниву. Если он в землю воткнется, значит человек, на которого гадали, скоро помрет. Как серп в землю пойдет. Приметы. Если сегодня идет дождь, сено сгниет. Если на Авдотью начинался дождь, будет полоскать еще 7 недель. Лечение полипа прямой кишки. В 1968 году у меня в прямой кишке обнаружили полип. Врач порекомендовал мне делать клизмы с соком чистотела. Разведенным сначала пополам с водой, а постепенно количество воды уменьшать, а сока увеличивать. Через 10 дней полип исчез. Позже обнаружили фибромиому. Посоветовавшись с врачом, я тоже стал лечиться чистотелом. Делал тампоны из сока чистотела пополам с водой. Чередуя их с тампонами, пропитанными рыбьим жиром, облепиховым или оливковым маслом. Фиброма исчезла. 18 лунные сутки. После предыдущего мощного дня эти лунные сутки несут спад. Энергии в теле мало. И это располагает к пассивности и подражанию. Замечено, что наш внутренний мир проявляется через отношение к миру внешнему. И если мы испытываем зависть, огорчение и другие негативные эмоции, виноваты в этом мы сами, а не окружающие. Осознание этого отражения – прекрасный повод для работы над собой. Энергия сейчас располагается в области половых желез, очевого пузыря и прямой кишки. Это удачное время для выполнения очевидных клизм, особенно если имеется высыпание на коже. Что касается питания, то сегодня воздержитесь от соленой пищи. Двигательная активность нормальная. Девятнадцатые лунные сутки. Энергетика этих суток считается тяжелой, что выражается в склонности к легкому обращению и склонности к порочным действиям. Именно поэтому символика этих лунных суток связана с пауком и паутином. Сегодня важно думать, прежде чем что-то предпринимать. Избавьтесь от самообмана и гордыни. Хорошо попросить прощения. Активность организма сосредоточена в области поясницы и хрестца. Можно самостоятельно размять эту область, стереть масло. Сегодня полезно посидеть у открытого огня и посмотреть на него. Огонь сжигает негатив. Питание должно быть обычным. Злоупотреблять специями не следует. Двигательная активность нормальная. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов ПРО. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok